Как у всех поселений, у всех деревень и сел, у нас очень много проблем. Это и дороги, это и полуосвещенные улицы. По весне, летом это озеленение. Жители поселка Нижняя Мактама задачены многими проблемами. В поселке есть плохие дороги. На некоторых улицах нет освещения, отсутствует тротуары, малодетских и спортивных площадок. Так, глава поселения предлагает жителям Нижней Мактамы и Тихоновки принять участие в программе самообложения. Идею одна из первых поддержала Наиля Салиева. Мне кажется, собранные эти деньги пойдут во благо. Конечно, все сразу за один год не приведут в порядок, но из года в год, шаг за шагом, Мактама будет расцветать и будет все лучше и лучше. Такого же мнения и директор второй Нижней Мактаминской школы Мадина Закирова. В этом поселке она живет более 30 лет. Вот эта программа самообложения, я считаю, что, конечно, помогла бы нам для улучшения досуговых центров. Потому что мы нуждаемся однозначно. Однозначно клуб нуждается в ремонте. Потому что, может быть, вот эта эстетика, красота, уют, хорошее построение. Когда все это есть, и красивые люди вырастают. Идея самообложения проста. Люди собирают деньги на нужды поселения, а каждый собранный рубль из бюджета Татарстана добавляет еще 4 рубля. Предлагается сбор по 300 рублей с каждого жителя. А на сходах граждан каждый сможет высказать свое мнение по поводу того, что нужно изменить в поселках. В первую очередь жители предлагают позаботиться о молодом поколении. В Нижнем Мактаме и Тихоновке почти 3000 детей. И всего две спортивные площадки. Вот в том числе на эти деньги самообложения, которые мы планируем собрать, около 10,5 миллионов. Вот это такая спортивная площадка вместе с детской площадкой. Ну, я думаю, не более полутора миллионов стоит. Поэтому мы планируем 3-4. Но это как пока мы планируем. Может, люди что-то другое еще предложат. Понятно, что мы на тротуаре. То есть у нас и на тротуаре еще и на освещении останется. Всего в поселке Нижнем Мактаме и селе Тихоновка приглашаются к участию более 8 тысяч человек. Чем больше жители примут участие, тем больше денег будет выделено из бюджета республики. Сходы граждан начнутся 14 ноября и продлятся до конца месяца. Так, если до весны будут собраны средства, то результаты жители смогут увидеть уже к осени.